Утро для учащихся «Сириуса» началось с тренировки. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурат Магомедов показал детям упражнения, которые помогут спортсмену всегда оставаться в хорошей форме. После этого воспитанники образовательного центра приняли участие в спортивных состязаниях и квесте. Сильнейших наградили грамотами и призами. А на олимпийском уроке дети смогли задать вопросы любимым спортсменам и представителям Международного олимпийского комитета. Гости праздника не скупились на тёплые слова в адрес курорта. По мнению Жанна Клода Килли, в России прошли лучшие зимние игры за всю историю их проведения. Экс-глава координационной комиссии МОК по подготовке к Сочинской Олимпиаде особо отметил, что ни в одной стране мира не относятся к олимпийскому наследию так бережно. «Вы все глядите в будущее. К примеру, вот эта программа «Сириуса». Она появилась в результате зимних олимпийских игр 2014 года, но рассчитана на много-много лет вперёд. Здесь развивают настоящих личностей – учёных, спортсменов и математиков». Глава Олимпийского комитета России сделал заявление, которое тут же подхватили все российские СМИ. Александр Жуков считает, что Сочи вполне готов принять ещё одну олимпиаду – уже летнюю. И не исключил, что в будущем именно так и будет. Мэр курорта заверил – Сочи всегда рад гостям. «Олимпиада в каждом сердце наше. В каждом сердце сочнется. И все… Я вспоминаю, когда только закончились Олимпийские игры, даже уже паралимпийские закончились, и жители меня встречают и говорят, так долго готовились, и так всё быстро закончилось. Я говорю, нет, это только всё начинается. И правда, это только всё начиналось». В том же духе высказался и президент Международной федерации хоккея Шайбе Рене Фазель. В своём кратком выступлении он констатировал – Олимпиада прошла на высоком уровне, потому что вся Россия была одной командой. Говорил Фазель преимущественно на английском, но понять его можно было легко и без переводчика. «Олимпиада прошла на высоком уровне, потому что вся Россия была одной командой». Юлию Лепницкую, Александра Зубковой и Анастасию Давыдову, собравшиеся, встречали громкими аплодисментами. Учащихся «Сириуса» больше всего интересовало, как спортсмены добились таких высоких результатов и что им помогает в трудную минуту. Олимпийские чемпионы ответили на вопросы детей, а после приняли участие в общей фотосессии и раздаче автографов. Но на этом праздник спорта не завершился. На олимпийских спортивных площадках для юных дарований весь день проводились мастер-классы ведущих спортсменов России. Тренер по фигурному катанию Алексей Урманов высоко оценил подготовку учащихся «Сириуса». Я считаю, что у таких детей реально есть перспективы добиться в этом спорте очень хороших результатов и успехов. Юлия Лепницкая также приняла участие в мастер-классе, а затем показательным выступлением открыла финальную игру турнира по хоккею с участием команд воспитанников «Сириуса». Отмечать день зимних видов спорта теперь будут ежегодно. 7 февраля президент Владимир Путин назвал этот праздник общенародным и выразил надежду, что он станет хорошей традицией. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.